И всем привет, ребят! С вами мистер Ваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной интересный видеоролик, посвященный устройствам и вооружениям. Сегодня у нас на обзоре легендарная, жесткая, бомбическая, мамонтая зидочка, славкачо. Сегодня попробуем сделать что-то нереальное. У нас совсем недавно, буквально пару дней назад, апнули жестко мамонт. Теперь он хавает все мины и при этом не теряет здоровье. Поэтому я думаю, что нам определенно стоит его сегодня вместе с вами потестить, посмотреть, что он будет из себя представлять. Лучше он себя чувствует, не лучше, нагибает, не нагибает. Когда-то, мне кажется, я на подобном вооружении уже что-то подобное записывал, но с того времени уже много воды утекло. Поэтому пробуем мамонта и зидочку. Что касаемо зиды, устройства вампиризм. Мамонт с тяжелым нагибаторским утяжелением конструкции. Ну и по дрону я уже сказал ловкач. По режимам сегодня определенно мне хотелось бы покатать в штурме за атаку. Вот если сейчас мне штурм за атаку даст, будет прям просто бомба. Если вдруг штурма за атаку не будет, то пикнем регби. Да, либо поперепикиваем, но посмотрим. Короче, сейчас посмотрим, как будет вообще бросать. Но мне хотелось бы сыграть в штурме за атаку. Мне почему-то очень сильно кажется, что там можно очень круто и эффективно реализовать данную комбину. Главное, конечно же, выиграть бой. Нас кидает за дэп. Ладно. Тогда мы попробуем еще разочек только через бой. Пикаем тогда регби. Мне кажется, что в штурме за атаку можно прям нереально жестко использовать и реализовать эту всю комбинацию. Ну и в регби также отличный режим, который подходит для реализации подобного замечательного вооружения. Скорость просто бомбочка с овердрайвом. Я думаю, что можно вообще в легкую ставить без особых проблем против любого оппонента. Поэтому пробуем, смотрим. 0-1 уже начинаем лететь. Чуть поздно запикиваюсь. Противник здесь уже начинает потиху наваливать. Ну и главное, сейчас пару киллов может дать, чтобы овердрайв был. А потом уже по красоте валить на доставочку. Я думаю, что если у меня есть овердрайв, то это 100% доставка без шансовая. Единственное, что мне надо, это еще подобрать мячик. Мячик подобрать. Хорошо, есть. Есть. Ну и теперь работаем. Работаем. Работаем через фланг. Здесь я думаю, что можно чисто так спуститься. И на газовочку. На газовочку хорошую даем. Сразу с овердрайвом. Сюда одного, сюда второго, третьего, четвертого. На мясо просто пускаем на фарш. 5 киллов сразу даем. Вот это я понимаю. Это по-нашему. Чисто влетаешь по красоте. Так же само можно влетать и в штурме. Овердрайв, к слову, у мамонта начал по ощущениям копиться. Быстрее. Об этом никто ничего не писал. Если я не ошибаюсь. Но овердрайв очень быстро появляется. Что-то там по ощущениям приближено даже к овердрайву Русейдера. Но мне так кажется. Не знаю. Что-то как-то очень быстро копится. Раньше я такого не замечал. Чтобы на мамонте можно было реализовать забой примерно где-то 4-5 овердрайвов. Это очень круто. Поэтому пробуем. 1-0. Ой, 1-0 говорю. 1-1 есть. Противник быстро первый там тоже поставил. Поэтому пробуем сейчас на подборчике сыграть. Если подборчик удастся. Подборчик удается. Или нет. А нет. Все-таки. Тиммейт забирает. Так. Пробуем. 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 Мне надо сразу сливать. И здесь по флангу работать. Здесь работаем по флангу. Аптечка. Все шикарно. Все есть. Сюда сразу овердрайв. КП сейвим. И даем контенту. Даем контенту. Легенькое. Сюда. На базу. Овердрайв. Теперь еще я так понимаю от Хантера тоже сейвить. Да? Или что? Сейчас Хантер что-то не смог ничего сделать. Это просто знаете как. Любое уничтожение противника. Просто любое. Вот хотите доставлять без перерыва. Берете мамонтососочку. И просто даете контенту. Даете просто легчайшего контента. Овер. Мамонтососочка. Живете. Нагибаете. Все получается максимально эффективно. Четненько. Оперативненько. Сочненько. Ну все как надо короче. Так. Против там тоже ловкачик есть. Надо его как-то не провтыкать. А то я думаю что если ему дать мяч он может доставить. Тогда будет габельная. Но у меня для этого есть овердайв на мамонте. Поэтому если что я его могу в принципе реализовать на него. Да. Главное чтобы он не улетел куда-то жестко. Так. У меня 90%. Мяч в хорошей зоне для меня. Можно сейчас попробовать его подобрать. Подобрать. Противник куда-то уходит. Вообще непонятно что он творит. Что он творит. Что ты творишь чел. Оп. Прикол ловит. Походу. По ощущениям ловит прикол. Блин не успел аптеку прожать. Шафт какой-то дал тычку хорошую. Ладно не получилось реализовать овер. Пару киллов конечно за счет мамонта я дал. Но не более того. Поэтому пробуем не дать доставить. Ой хорошо. Хорошо. Тиммейт отыграл. Шикарно. Пробуем теперь сейчас на фланге отработать. Аккуратненько. Аккуратненько флангом прокатиться. Может здесь еще кого-нибудь накелять. Удастся. А если удастся накелять. То в дальнейшем может еще и овердрайв появиться. И зидочка хорошая работает. Так. Здесь прикол жесткий. Да. Ну мне тут конечно стопит. Так. Две с половиной минуты. У нас есть преимущество в один мяч. Это не так круто. Но и не так плохо. Если честно. Паваем изидочку. Мины работают. Эффективно. Хорошо. Может даже стоит сейчас мяч скинуть в киллзону. Нет. У меня есть овер. Все хорошо. Но ехать через центр точно глупо. Поэтому поедем флангом. Либо сейчас дадим обманку. Не знаю. Сейчас посмотрим что тут будет лучше. Нет. Все таки меня сливают. Шансово. Надо как-то сейчас посейвить чуть-чуть. Аккуратненько как-то сыграть. И уже поймать тайминг на увоз. И на доставочку. Главное чтобы хоппер на ловкаче не подобрал. Если хоппер на ловкаче подберет. Будет очень больно. Тиммейт зачем-то начинает кидать мячи. Кидать мячи вообще не стоит в таких ситуациях. Наоборот очень аккуратненько действовать. Так. Ладно. Хороший тайминг. Есть очень. Хороший тайминг. Но блин. Я не успел аптеку прожать. Сейчас бы дал бы аптеку. Еще бы как минимум танка три бы схавало. И может быть после этой еще всей темы доставочку оформили бы. Так. У нас викинга гауссы таймингово. Два прожимают овердрайва. Против викинга рикошет прожимает овер. Но его мы я думаю что точно сожрем. 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 Хорошо. Не. Я думаю что стоит лучше просто кинуть мяч в киллзону. Сейчас у меня вообще по таймингу все. С одной стороны неплохо было конечно. Но я думаю что здесь без шансов на доставку есть. У хантер овер. И лучше сыграть более сейвово. Да. Мяч сейчас находится не в самой лучшей позиции для меня. Потому что там уже хоппер очень жестко настроен на подбор. И блин. Не 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 стопай стопай братанчик. Стопай стопай. Хорошо. Хорошо. Прожимает викинг овердрайв. 45 секунд. 98 процентов овердрайва. Значит что овер сейчас у меня под последний тайминг будет. Под последний мяч. Если я его вообще вкину в киллзону. То это стопроцентная победа. Но хотелось бы доставить. Хотелось бы не 2-1 победочки. Хотелось бы сделать 3-1. Чтоб на уверенном мы точно забрали эту катку. Так. Поэтому пробуем. Пробуем. Надеюсь что все получится. Хороший тайминг есть. И овердрайв. Работаем. Овердрайв и работаем. Овердрайв работаем. Овердрайв работаем. Овердрайв работаем. Хорошо. Шикарно. Доставочку оформляем. Еще попутно. Три танчика уносим. Вот вам и мамонта и зидочка в действии на регби. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. 3-1. 3-1. 23 килограмма. Для такого боя я считаю что это более чем достаточно. Ну и мамонт со своим овердрайвом по ощущениям показывает себя даже чуточку-чуточку поинтереснее и получше. При том что я запикался в катку в которой мы уже сразу летели 0-1. Я считаю очень достойно. А что будет на карте которая будет не такая большая. Например платошечка или какой-нибудь там сандальчик, песочек. Там вообще я думаю что очень можно жестко наваливать на такое сочетание. Но хотелось бы мне все-таки штурм за атаку. Штурм за атаку. Вот может быть сейчас даст штурм за атаку. Если не даст то я тормозну видеоролик и попробую просто поперепикивать. А ну все. Даже не надо ничего тормозить. Шикарнейшая карта. Просто лучшая карта я бы сказал для мамонта и зиды. Лучше наверное даже и не найдешь. Поэтому пробуем. Смотрим. Полигончик, айсэльчик. Шикарно до 100 очков. Всегда можно камбэкнуть даже если не пойдет что-то нормально. Главное конечно же в этом случае доставлять. Если доставочки будут. То особо никаких проблем не должно здесь быть. Так первое есть уже хорошо 6 минут до конца. Пробуем работаем. Пробуем работаем. Надеюсь что мои тиммейты тоже будут мне помогать. А если не будет помогать то черт с ним. Буду сам пытаться здесь на доставочку работать. Овердрайв у меня уже есть. Который можно прямо сейчас наверное даже будет реализовать. Да. Все эффекты снимает. Видели? Только что мне пробитие нанесли. Так же сам пытался стопить до этого меня Хантер. То есть не работают эффекты. На мамонта овердрайв теперь не работают эффекты. И бессмертия конечно как раньше нету. Но эффекты не работают. Это очень жесткий бонус для такого мамонта. Плюс все мины тоже не чувствуют как раньше. Но если бы еще конечно бессмертие было бы. Это было бы вообще супер бомба. И мамонт бы точно вернулся бы. В эту гоночку. В оружении. Так ну ладно. Ждем лага. Пока васпик поставит. Либо не поставит. Я к слову поставил уже два. Везем третий. Пробуем доставить третий. 70% овердрайва. Овердрайва к сожалению сейчас на эту доставку у меня не будет. Доставочку свою мы все равно оформляем. Теперь уже есть овер. И теперь можно уже попробовать поставить с овером. Почему именно мамонт тяжелый? Я считаю что очень много есть моментов. Где надо переталкивать. С таким дрончиком. И поэтому с дополнительной скоростью. Я считаю что это устройство максимально эффективно работает. Да то есть я не знаю. Можно конечно пробовать что то другое. Но мне безумно нравится тяжелый мамонт. И я даже если честно не хочу использовать какие то другие устройства. С этим тяжелым нагибаторским корпусом. Так по очкам пока что не все так хорошо. Я имею ввиду командным. По моим вроде так неплохо еще. Но по командным что то как то ну так увеси. Есть шанс здесь не потянуть. Это очень плохо. Так. Геракль нагибает тут. Гераклус. Гераклус держит респ пока мы доставляем. Поэтому пробуем. Пробуем ставить еще. Пробуем еще давать. Может быть получится. Может нет. Не знаю. Сейчас посмотрим. Может быть. Три сороковочка. В принципе по таймингу еще. Времени полным полно. Можно пробовать. Можно пробовать. Должно в принципе получаться. Отрыва правда маловато. Отрыва маловато. И. Это может в конечном итоге зарешать. В не в лучшую сторону. Для. Меня. Сейчас попробуем просто подсейвить чуть-чуть. Таймингу. Овердрайв может быть не совсем грамотный был бы. Но. Надо было чуть почистить. Думал тимой доставит. Считал нужным там его прожать. Так. Попробуем сейчас. Здесь доставить. Геракль тоже тащит. Пробитие вроде как сняли. Хорошо. Шикарно. Плюс две доставки в один тайминг. Ну и. Главное просто вот. По таким таймингам. Да. По одной хотя бы доставочки давать. И. Вполне. Себе будет этого хватать. Чтобы выиграть бой. Особо там много. Три киллов даже не надо. Вернее доставок. Чтобы выиграть такие бои. Киллов. Противник не будет давать много. Прожмет ли викинг овер. Нет. Не жмет. Ну и я наверное тоже не буду жрать. Если уж дает противник мне доставить спокойно. Лучше засейвить на следующий. Угодик. Поэтому попробуем сейчас еще один дать. Может быть сейчас стоит прожать. Овердрайв и быстро влететь. Например. Через центр. Потом хан. А. Викинг. Что сказать. Хантер. Викинг. Ладно. Прожимаем овердрайв. А. Я-я-я-я-я-я-я-я-я. Нет. Блин. Очень много урона. Не ожидал. Что там викинг дотянет. После овердрайва. Если бы викинг бы не дотянул бы. Может быть мне бы и хватило бы. Этого расстояния. Чтобы доставить. Так. Ну и там хоречек через центр работает. Тоже довольно неплохо. Но не ставит. Так. Пробуем мы. Доставить. Здесь сбоку. Станцы есть. Хорошие. Нет. Нехорошие. Что-то я быстро аптеку потерял. Дэдашки не было. Ну и. Дело труба. Если честно. Полторы минуты. Отрыва нет. Все может сейчас очень плохо закончиться. Очень плохо может все закончиться. Но. Надо. Пробовать доставлять прям сейчас. Иначе потом точно можно будет. Не потянуть. Лучше сейчас засейвить до овердрайва. Достоять до овера. Гаусс. Викинга. Никто не ставит. Очень плохо. Очень плохо. Начинаем сливать. Мамонт есть с овердрайвом. Может быть он доставит. Да. Хорошо ставит. Сейвит. Тайминг. Сейчас мне нужно обязательно ставить. Обязательно. Обязательно нужно ставить. Может даже без юзания овердрайва. Ладно. Не хочу рисковать. Лучше на верочку прожму. Есть плюс пять отрыва. Но надо ставить еще как минимум один. Как минимум один. Если какой-нибудь вас полимамонт ставит. Будет шикарно. Если нет. То плохо. Потому что скорее всего я. Если не доставляю. То это все. Это габельная. Это габельная. Так. Викинг прожимает овер. У меня по ходу овердрайва уже не будет. Но надо ставить. Здесь секунда конца. Все в моих руках. Викинг прожимает овердрайв. Очень плохо. Меняем траекторию. Пять секунд. Орес. 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 Подвинься. Блин. Надо было ехать вместе с ним. Ведь можно было сейчас на изи каточке все это дело вытянуть. Как-то так молодые люди. К сожалению мы сливаем данную замечательную каточку. Но при этом удается доставить. Довольно таки неплохое количество флажочков. Соответственно я могу сказать что мамонты и сам его овердрайв довольно таки качественные. Неплохо себя показывают. Как это было возможно и раньше. Но сейчас имея дополнительные бонусы в виде того же игнора. Овердрайва хантера. Плюс снятие сразу моментального пробития при прожатии овердрайва. Плюс вы игнорите все мины. Это конечно же дополнительный бонус. И эта комбинация дает какой-то дополнительный фан. Не сказать что конечно супер мега крутой нагиб. Но фан на котором можно вот так вот интересно покатать и понаваливать. Поэтому если у вас вдруг есть подобная комбинация. Ну может какая-нибудь изида там конечно не с вампиризмом. А просто изидка с условным адреналином. То вы можете такую комбинацию тоже взять. И спокойнейшим образом покатать. Я думаю что максимально эффективно. Что в регби, что в штурме за атаку, что в CTF. И это сочетание можно использовать. Возможно даже у меня и не получилось на максимум раскрыть это вооружение. Его можно еще жестче дать. Но как-то так. Как-то так у нас получилось сегодня. Если у вас есть какие-то интересные предложения. Если у вас есть мысли по этому вооружению. По этому мамонту. То напишите что вы думаете по нему. Как вы считаете насколько жестко забустился отвердрайв мамонта. Есть ли смысл использования данного корпуса на постоянной основе. Если да, то почему вы думаете, что это все-таки какой-то хороший и замечательный корпус. Ну а я в свою очередь могу сказать, что это корпус наверное. Который теперь имеет определенные вариации. Но все равно еще не дотягивает до супер какой-то имбы. Если бы например на овердрайве было бессмертие, как это было раньше. То возможно было бы больше возможностей и смысла реализации этого корпуса. Когда так друзья, не забывайте обязательно поддерживать видео ролик лайком. Подписываться на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимать на колокольчик. Ну и пишите. Может быть у вас есть какие-то еще интересные вооружения. Которые бы вы хотели увидеть в ближайшее время. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.